приветствую всех на канале меня зовут наталья сегодня у нас тема цветы из бумаги а также я покажу как сделать вот такую мини открытку оставайтесь со мной для сегодняшней работы я буду использовать такую машинку чуть позже я сделаю фотографию и в конце видео оставлю big shot она у меня называется для цветов используя вот такую бумагу таким образом она выглядит такую бумагу можно купить в канцелярском магазине а также так огромный выбор бумаги в магазине который занимается визитками там просто рай немного познакомлю вас с тиснением покажу какие мы материалы я использую какие ножи я использую для цветов и сделаем с вами небольшую открытку и конечно если эта тема вам будет интересно и я буду ее развивать а сейчас листу ножи для вырезки выглядит вот примерно таким образом и сейчас покажу как это делаю здесь две пластины точнее сказать 3 это отдельно две пластины идут под низом время от времени я одну убираю в зависимости от того или режу или делаю тиснение но как я уже говорила если вам будет интересно буду будущем показывать я кладу бумагу и выбираю ножи ножи я всегда кладу как бы вниз можно сначала ножи тогда вот этим режущим ножом вверх если на бумагу то вниз и укладываю оставляю небольшое расстояние между режущими штампами и выкладываю все все что я хочу как бы что для сколько мне позволяет бумага бумагу можно потом использовать еще раз если остаются где-то какие-то маленькие остатки бумаги можно использовать подложить и еще раз использовать вот я разложила теперь я накрываю второй пластиной все прижимаю засовываю машинку извините и прокручиваю вот так я буду держать машинку вот она прокручивается она может идти туго но это ничего теперь я вытаскиваю пластину с другой стороны и вот здесь уже можно увидеть как у нас все порезалось вы видите как все идеально получается так если что-то не выходит то такие маленькие отверстия есть и посмотрите что получается просто идеально все прорезалась и такие цветы можно делать из любой бумаги я имею ввиду есть такая бумага я чуть позже покажу как для рисования только она более плотная из нее тоже получается очень красивые цветы и вот вся моя вырезка готовая наверное вы не раз видели открытки украшенные вот таким способом тиснением это очень красиво смотрится и для этого используются вот такие штампы если делать полностью получается вот такой размер конечно есть большие машинки но у меня не такая большая и сегодня как я уже сказала мы с вами сделаем небольшую открытку и здесь я хочу сделать тиснение только наполовину если мне хочется всю я как бы накладываю всю а здесь я хочу сделать только наполовину поэтому укладываю свою открытку ровно вот таким образом укладываю под машинку прижимаю вторым второй пластиной подсовываю под машинку и прокручиваю здесь очень туго идет можно извините я снимаю и вот что у меня получилось красота не правда ли а сейчас приступим к украшению ну и конечно цветам на надо придать форму можно использовать пинцет что-то вот такое круглое что вам удобно я покажу и так и так придерживаем и вот таким образом закручиваем края можно немного на бок можно ровно это как вам нравится придерживаем не пальцем вот так иначе у нас останется на бумаге вмятина а именно вот этой стороной мягкой чтобы у нас бумага смотрелось красиво вот так вот вот что у нас получается теперь можно взять карандаш что-то круглую это у меня мочалка для посуды если вы хотите более выпухлые вот так вот можно их примять вот получается более выпухлые здесь уже все зависит от вашей фантазии берем цветочек поменьше так не этот был вот он вот теперь покажу круглый также берем вот так аккуратно все в одном из ближайших видео покажу также из картона из картона я замачиваю все заготовки и затем сушу на салфетки вам тоже все покажу вот что у нас получается и добавим сюда любой камешек вот у нас уже красивый цветок сейчас покажу как закручивать листики листики также можно закручивать вот таким образом я предпочитаю их закручивать вот так на бок вот вы видите как красиво получается для моей открытки мне надо будет поменьше листик поэтому я подрежу и вот так обрабатываем все цветы вот очень красивые вот эти цветы посмотрите какая у них тут вырезка внутри просто шикарно смотрится также поступаю придерживаю и закручиваю края конечно все эти цветы можно нарезать вручную но это займет намного больше времени вот вы видите у нас уже у цветка появилась форма также поступаем с большими листиками в одну сторону в другую прокручиваем это как вам уже по узору по рисунку вы смотрите сами и подготавливаем нужное количество цветов сейчас покажу вам как подклеить все на открытку для того чтобы прикрепить цветы я использую двойной скотч это у меня усиленный так скажем скотч его используют для крепления к полу ковролина и он мне идеально сюда подходит я отрезаю отрезок примерно который мне нужен подклеиваю его затем снимаю защитный слой еще чуть-чуть именно вот подклеивая скотчем мы не используем клей и это очень очень вообще держит хорошо вот я наклеила цветок и теперь беру что-то круглое и вот так вот его подклеивают подклеивают только середину и он приклеился посмотрите как хорошо все держится тут уже ничего не отвалится серединку я подклеиваю также скотчем сейчас отрежу кусочек и вернусь вот на серединку я также подклеила небольшой кусочек скотча и подклеиваю следующий цветок держится просто отлично вот у нас что получается теперь я беру листики которые там мне нужны и также их приклеиваю на скотч держится все идеально пускай вас не волнует что что-то отвалится ничего не отвалится и чтобы наша композиция была более так скажем объемная 3d вот у меня еще кусочек скотча я добавляю на листики чуть-чуть пониже вот таким образом также подклеиваю его снимаю защитный слой так сейчас я сниму и что же такое вот и сюда можно подклеить маленький цветочек можно подклеить еще листик еще так убираем мышек и вот все держится просто идеально можно взять еще маленький листик сюда подклеить здесь уже все зависит от вашей фантазии подбираем нужные при этом сами листики не подклеиваем их можно будет потом приподнять их можно согнуть и вот вы видите как красиво все получается и открытка у нас получается живая вот видите у меня лепестки не приклеены я подсовываю под низ листик и также его подклеиваю если мне надо еще где-то подклеить скотч для листика то конечно же я маленький кусочек также подклеиваю обычно у меня нарезано очень мало много всяких таких вот кубиков и я использую их в своей работе лучше конечно это сделать заранее чем хорошо приклеивать скотчем не утяжеляет открытку и его не видно убираю и доклеиваю свой листик и затем листик приподнимаю вот что у нас получается и продолжаем работу серединке камней я также подклеиваю на скотч он легкий его не видно и при этом очень хорошо все держит поджимаю еще раз и вот что у нас получилось можно подогнуть немного листики чтобы открытка была более форменная вот что на скорую руку из бумаги можно сделать и также в отдельные места можно подклеить маленькие отрезки скотча и подклеить камни более мелкие чтобы открытка смотрелось нарядно моя менее открытка готова и результатом я очень довольна также надеюсь что урок вам понравился был полезен и вы узнали что-то новое если это так не забывайте ставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить самое интересное а на сегодня все творческих успехов и до новых встреч пока пока пока